Всем привет, друзья! Меня зовут Полина Скиданова, и это мой канал про дизайн человека. Сегодня в этом ролике мы поговорим про генераторов и их ауру. Но прежде чем мы начнем, я хочу напомнить вам, что алгоритмы YouTube очень любят, когда вы жмакаете на колокольчик, ставите лайки и пишете комментарии под этим роликом. Это очень сильно помогает моему каналу развиваться, продвигаться, а также помогает все большим и большим людям узнавать про свой дизайн и жить более осознанно. Поэтому давайте вместе продвинем эту миссию в люди, и вы не забудете поставить вот эти все мной перечисленные выше штуки под этим роликом. Ну и давайте начинать. Итак, аура генератора. На моем канале уже есть ролик про энергетический тип генератор и манифестирующий генератор. Они будут здесь, да, я выведу их в подсказки. Но сегодня ролик будет посвящен особенной теме, более узкой теме. Аура. Что это такое? Чем аура генератора так отличается от других людей? И что делает ауру генератора такой особенной? Вот сегодня мы об этом поговорим. Ну и в первую очередь аура, да, что это из себя представляет в принципе? Ну наверняка вы все уже слышали это понятие, вы с ним знакомы. Тем не менее, я вам его все равно подсвечу. Это наше тонкое тело, это наша энергетическая структура вокруг нашего тела. Когда мы взаимодействуем с другими людьми невербально, когда вы заходите в комнату и вас уже чувствуют, вас уже считывают. Почему? По какому признаку? Как можно считать человека, если он еще даже не открыл рот, не начал разговаривать и особо ничем себя не выделяет, да? Аура. Тонкое тело. Что-то, что заходит условно вперед меня в комнату. Вы считываете ее от других людей. И аура генератора, она, конечно, сильно отличается от ауры других типов. Но для начала давайте я напомню тем, кто знает или расскажу тем, кто не знает, чем же в принципе отличается генератор от других типов. Генератор – это бодиграф, на котором вы видите определенный закрашенный сакральный центр. Вот этот кружочек в центре бодиграфа. Все. Если этот кружок закрашен цветом, это говорит о том, что перед нами генератор или манифестирующий генератор. Аура у этих двух типов одинаковая. Поэтому здесь я разделять на два ролика эту историю не буду. И манифестирующий генератор, и генератор под эту историю однозначно подходят. Так вот, каждый генератор обладает открытой аурой. Открытой, поглощающей, впитывающей в себя. Аура генератора способна проникать в ситуации, в ауру других людей. Она проглатывает в себя, да, не побоюсь этого слова, ситуации, смыслы, возможности, истории. И генератор проходит мимо чего-то, и это все впитывается условно в его ауру. Он открыт для взаимодействия. Генератор буквально притягивает к себе все возможные взаимодействия, все возможные ситуации, события, людей, вопросы, запросы, примеры, возможности. Не важно, это все словно всасывается, впитывается в ауру генератора. И это задумано так для того, чтобы из этих возможностей, из этих вот впитавшихся в меня, а я тоже генератор на минуточку, да, из вот каждого вот этого события условно, которое вошло в мою ауру, я могла считать ту самую возможность для отклика. Потому что нет ничего важнее для генератора, чем возможность откликнуться и его сакральный отклик. Конечно, у меня уже есть ролики на канале про стратегию генератора, да, я говорю об этом в отдельном ролике. У меня есть ролик про сакральный авторитет, и там я рассказываю про механику работы сакрального центра. Но в целом, давайте я напомню здесь еще раз, и я не перестану повторять это, потому что это крайне важно. Для генератора нет ничего важнее, чем дождаться возможности извне внешнего раздражителя, на который произойдет его сакральный респонд. Ответ – отклик. То есть сакральный отклик происходит на что-то извне. Просто так, сам по себе сакрал будет просто существовать. Вот просто механика, я просто что-то делаю, и не важно что. Но как только происходит извне какой-то внешний раздражитель, как только в мою ауру всасывается что-то, попадает что-то, на что мой сакрал дает респонд, на что мой сакрал дает ответ, на что мой сакрал говорит «Да, о, вот на это у меня есть энергия, вот это я хочу сейчас сделать». Вот тогда у меня выделяется энергия под это действие, и если я направляю ее туда, на что она задумана, на что этот отклик возник, тогда у меня выделяется удовлетворение от процесса, происходит удовольствие в процессе этой самой деятельности, и моей энергии становится еще больше. Я как генератор становлюсь более качественным, условно говоря, существом, да, моя механика работает мне на пользу. И именно вот это всасывающее, впитывающее и все проникающее свойства ауры генератора дает нам вот эту силу притягивать возможности для отклика. И это ответ на наш большой вопрос «А что, если возможности не возникнет?». Да, каждый генератор, зная свою механику, зная свою стратегию, втайне или не втайне, боится того, что меня никто не спросит, возможности для отклика не произойдет, мне не на что откликаться, да, или я не умею откликаться, но не умею, потому что особо не тренировал этот навык. Так вот, друзья, вот он ответ. Вы механически задуманы так, чтобы эти возможности к вам буквально притягивались, да, как магнит. Вы примагничиваете к себе эти возможности, они не могут пройти мимо вашей ауры. Это абсолютно, да, большая разница между аурой генератора, всасывающей, впитывающей, еще больше, еще больше возможностей сюда, всепроникающей. И, например, аурой манифестера, отталкивающей, или аурой проектора, абсолютно другой, который, наоборот, фокусируется на ком-то, да, то есть это кардинальная аура. И вот эта способность, вот этот дар, который нам дает наша аура генераторам, он и позволяет нам жить качественно по своей стратегии, да, то есть вы не брошены в пучине мира без того, чтобы эти возможности откуда-то возникли. Они не происходят случайно и спонтанно. Это не везение, что возможность для отклика происходит. Это закономерность, это работа вашей же ауры, да, то есть поймите это. Это очень важно сейчас перещелкнуть вот этот тумблер и понять, что возможности для отклика – это не совпадение, это не случайность, это не везение, это не вау, что-то произошло неожиданно, мне повезло. Нет, ваша аура задумана так, что она притягивает к себе эти возможности. Они будут происходить, если вы расслабитесь, они будут происходить, если вы доверитесь, в конце концов, своей природе и своей механике. Но несмотря на всю прелесть и вот эту особенность нашей генераторской ауры, она, безусловно, несет в себе некие трудности. Трудности для генератора, они заключаются в первую очередь в том, что генератора очень легко считать, понять, почувствовать, обусловить. Ну вот эта вот все проникающая аура, она все в себя вбирает, ничего не пропускает мимо себя, потому что это все наши возможности для отклика. Ну представьте себе такую клетку, которая знает, что все что угодно может для меня стать возможностью стать более энергичной. Все что угодно может для меня быть возможностью для того, чтобы вырасти, для того, чтобы стать более энергичным. Конечно, я все буду вбирать в себя, но вместе с этим я вбираю в себя и не самое позитивное, да, иногда это какие-то негативные влияния, иногда это негативное обуславливание, иногда это манипуляция мной, потому что, напомню, кроме генераторов другие типы не обладают сакральной энергией, другие типы не несут в себе бесконечный доступ к жизненной работоспособной энергии, а эта энергия, это по сути то, из чего все создано, и каждый человек в ней нуждается, генератор он или нет. Так вот, есть большая вероятность со своей открытой все проникающей аурой впитать в себя некорректное обуславливание, впитать в себя манипуляцию, быть открытым для этой манипуляции, да, генераторов очень часто воспитывают как манифесторов, как людей, которые не задуманы реагировать, а как людей, которые задуманы инициировать сразу. Так вот, это тоже побочный эффект нашей открытой ауры, нам очень легко поверить, вобрать в себя негативное обуславливание, и здесь генератору очень важно научиться говорить нет, нет, защищать свои границы путем говорения этого прекрасного, чудесного слова нет. На самом деле генератор это не человек, который расплескивает свою энергию везде и неважно куда, ведь она никогда не закончится. Генератор задуман быть человеком очень избирательным, который умеет говорить нет, который не боится сказать нет, потому что он носитель сакральной энергии, а здесь считай равно главной ценности вообще этого мира, Вселенной и всего остального. Если я носитель главной ценности мира, то естественно я буду ее беречь, я не буду ее разбазаривать на все на свете, чтобы не попало в мою ауру. Я буду говорить нет тому, на что у меня нет отклика, на что мой сакрал не отреагировал, поэтому для генераторов крайне важно научиться говорить нет, и если ваш ребенок генератор, вам крайне важно научиться воспринимать его нет. Да, ведь мы привыкли воспитывать своих детей в такой догме, делай то, что я сказала, делай как я говорю, так вот это очень некорректно для маленького генератора, потому что его открытая аура впитает это как должное, и она будет верить в это, что так и должно быть, да, человек будет верить, что так и должно быть. Это нормально, когда мне говорят, что мне делать, и я делаю, ведь у меня есть энергия, почему нет, да, ну взял и сделал, в чем проблема? Проблем нет никаких, кроме того, что это разбазаривает самое ценное сокровище во вселенной. Поэтому родители генераторов, научитесь спрашивать ваших детей, научитесь задавать им вопросы, хочешь что-то, хочешь сюда направить свою энергию, и самое главное, научитесь уважать их сакральный ответ. Нет, да, если вы хотите поподробнее узнать про то, как воспитывать ребенка генератора, у меня уже есть этот ролик на канале, переходите, ссылка будет в описании, и где-то здесь будет подсказка тоже. Итак, вот такая есть сложность у аурогенератора, да, все в себя вбираем, соответственно, вбираем и некоторое негативное обуславливание, нужно научиться говорить нет. И если генератор поймет, что моя механика, мой сакральный ответ, да, мой отклик, это самое важное и ценное, что у меня есть, а все остальное просто выкидывается за борт важности, по большому счету глобально это не имеет значения, вот тогда его аура будет глобально работать на него, вот тогда вот эти запросы для отклика будут сыпаться, как из ведра изобилия на вас, их так много, вы просто их не замечаете, потому что играете не свою роль. На самом деле ваша аура бесконечный магнит для возможностей для отклика, вы просто этого не замечаете. Когда ко мне на курс, когда ко мне на консультацию приходят генераторы, и у них сложности с откликом, они, я не знаю, как откликаться, я вроде особо не откликаюсь, но вот я там вчера или пять дней назад один раз откликнулся. О боже, генераторы, это не так, да, в вашей жизни так много возможностей для отклика, они происходят буквально ежесекундно. Этого действительно очень много, стоит только вернуть свой фокус внимания там, где он изначально и должен быть, там, где он задуман, и тогда ваша аура будет работать на вас. Так, дорогие генераторы, я надеюсь, этот ролик был полезен для вас, я надеюсь, сегодня вы еще немножко лучше поняли себя и свою природу, вы поняли, что у вас есть такое подспорье в виде вашей ауры, которая помогает притягивать к вам возможности, и вам стоит просто ей довериться. Если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик, и, конечно, пишите свои истории в комментариях. Я обожаю ваши комментарии, я реально уже не всегда успеваю на них отвечать, потому что их так много, но я обязательно их читаю и стараюсь как-то на них реагировать, потому что комментарии под моими роликами — это такой кладезь ваших историй, это такой кладезь ваших инсайтов, это, ну, одна из огромнейших ценностей, которые дает мне этот канал, поэтому, пожалуйста, не останавливайтесь, пишите комментарии, мне всегда очень радостно их читать. Ну, я благодарю вас, конечно, за просмотр этого ролика до конца, увидимся в следующих роликах, всем пока!